всем доброго времени суток с вами канал artmania и сегодня у нас видео обзор такой русский продукт дачный супчик гороховый покупал его фикс прайсе готовится он легко 15-20 минут варится давайте посмотрим что внутри так фотографии на состав как всегда будут конца ролика и давайте посмотрим нам понадобится тарелочка куда мы это все высыпем отрезаем и высыпаем что же у нас получается также здесь написано что здесь четыре порции честно говоря не знаю не похоже тут на четыре порции прям такие уж это получится вообще вот так очень очень маленькая пахнет роллтоном ну как обычно полуфабрикатами так составе не написано добавки кажется чтоб вообще прям все так супер все хорошо вот посмотрим давайте а ну здесь наверно вот как раз горох он видимо сваренный и прижатый высушенный уже да и прижатый что-то такое морковка ну такое нет не вот прям чтоб так классно пахло как то что то такое и давайте пойдем и вместе с вами его сварим и посмотрим сколько получится порции так здесь надо 800 миллилитров то есть четыре стакана по 200 миллилитров варится так 15-20 минут и потом четыре порции ну правильно все это с вами проверим нальем водички столько сколько нужно и посмотрим за какие уж там порции будут на не очень странно ну что пойдемте на мою шикарную кухню проверять продолжаем с вами готовить супчик такой вот до этого сейчас посмотрели обзор на него и сейчас мы с вами мы приготовим вот у нас есть кастрюлька наливаем и туда 800 миллилитров все четко без вот он как раз чуть-чуть до литра осталось но капельку меньше включаем так ну вот она закипела теперь мы закладываем 15-20 минут тарелочки вчера выглядели мы с вами смотрели вчера я это я была вчера а у вас сегодня и засыпаем так вот наша ложечка и мы варим варим ее варим 15-20 минут давайте наверное с вами варить будем 20 минут потому что мне кажется 15 минут это будет довольно мало так засекаем время у нас сейчас время 15 00 15-20 мы будем выключать как раз у меня получается обед так ну вот у нас 20 минут прошло мы выключаем до уменьшилась в разы прям он такой жиденький жиденький не знаю как здесь будет 4 порции я может быть надо было варить закрытой крышкой все равно здесь гуще очень мало очень и давайте его с вами сейчас попробуем так ну вот смотрите я налила то что получилось у нас осталось там примерно столько же наверное ну гуси немножечко побольше осталось вот она вся гуще в принципе как легенький супчик его можно купить на просто как легкий супчик ну здесь даже в этой тарелке на это налито где-то половина обычно я наливаю побольше и гуще конечно больше давайте его попробуем кстати довольно вкусный знаете напоминает суп как в садике нам давали в 90-е года кто помнит сейчас не знаю там какие чем-то напоминает но помните когда мы его только открыли этот супчик у него был запах какой рот ну ты тут все от пищи быстрого приготовления в принципе бульончик мне понравился попробуем мы еще кущу как она насколько она мягенькая стала гуще довольно мягкая довольно когда она мягенькая но кушая гусь уже понимаю что что это суп быстрого приготовления не такой как ты варишь дома а по бульону так в принципе не скажешь бульон обычный гороховый бульон такой от супчика довольно вкусный вот такой у нас с вами был обзор вкусненький вот в комментариях я также укажу получилось ли 4 порции хотя сомневаюсь мне кажется там дальше то что лежит в кастрюле это еще одна порция только две их либо надо варить с закрытой крышкой но там очень очень мало гуще мне кажется это гуще только на одну тарелку либо это так вот просто легенький перекус даже не обед мне кажется это даже потому что все помнят в обед мы как кушаем первое второе там третье чего-нибудь там булочка или десерт там с компотом там сверху еще какой-то десерт там то есть обычно вот так вот а это чисто вот он легенький такой не знаю напишите в комментариях как вы считаете есть тут четыре порции покажу вам этикетку снова есть четыре порции или нет вот написано четыре порции но не знаю мне кажется нету может быть вы покупали варе также скажем почему я купила гороховый суп именно гороховый потому что как-то много лет назад много много лет назад и покупала тоже гороховый суп только другого бренда и там он был прям превращался в такую типу как гороховую кашу но она очень вкусная была она просто безумно вкусная и там знаете ее так наливаешь у него потом такая пеночка появлялась он остывает эту пеночку собираешь и она просто обалденно она очень вкусная и начинаешь ждешь снова что сейчас в надежде опять-таки появится эта пеночка чтобы ее съесть вот хотелось есть именно эти пенки на он суп был просто бесподобный но к сожалению его сейчас уже не продают это было довольно давно вот и поэтому я купила гороховый в надежде что может быть что-то подобное будет но нет он чисто жидкий там самой массы сколько тут тут а тут а тут а тут у нас 65 грамм конечно 65 грамм превращаться 100 грамм наверное плюс минус и все что там 100 грамм конечно это мало может быть для тех кто после больницы или в больнице вот лежат там наливают такие сутики я знаю не знаю напишите в комментариях как вы считаете в этом супе есть 4 порции или нету напишите в комментариях понравился вам это суп не понравился чем понравился чем не понравится мне будет очень интересно и вообще покупали лего его и собираетесь покупать обязательно пишите в комментариях пишите пожалуйста в комментариях на youtube под видео пожалуйста очень вас прошу постарайтесь потому что ролик в основном смотрят там и ваши комментарии очень нужны именно там они где-то там вконтакте под фотографии там этого пакетика не все увидят его не все будут знать ваши комментарии поэтому пожалуйста очень вас прошу постарайтесь написать в ю тубе и это будет и мне приятно и людям потом они будут знать ваше мнение не только мое потому что это чисто мое мнение у вас мнение свое может быть для вас это гадость может быть для вас это невкусно обязательно пишите на сегодня в принципе все с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии также смотрите другие ролики мои наши влоги как мы сыночком живем моему сыночку год и 9 как мы проводим время как вот скоро наступит лето как мы будем гулять также кулинарные рецепты мои живописи и много много другое также вы можете в комментариях написать чего не хватает на моем канале чтобы вам было интересно чего бы вы хотели увидеть я обязательно ваше мнение прочту рассмотрю и подумаю может быть даже и выложу что-то подобное то что вы хотите вот и всем пока пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok